Всем привет! С вами Маракаси. Сегодня я хочу рассказать вам о ПТ-САУ 6 уровня СУ-100, с помощью которой можно открыть сразу две ветки развития советских ПТ-САУ. Первая ветка ведет к объекту 268, вторая к объекту 263. В принципе, у этой ПТ-шки очень хорошая маскировка и больше всего она подходит для ДИФа, то есть для обороны. У ней мощная пушка, у которой очень большой разовый дамаг. Это 122-мм пушка Д2-5С, у которой 175 пробития, что в принципе неплохо, можно пробивать танки 6 уровня спокойно и 7-го, вот танки 8-го уровня уже сложнее пробить, но есть подкалиберные снаряды, которые, правда, очень дорого стоят, но с помощью них очень хорошо пробиваются танки 8-го уровня или выше. Выше эту ПТ-шку не кидает. Также у этой ПТ-шки очень большой разовый дамаг, 390-465 иногда вылетает, но при этом очень большой разброс, 0-43 и большое время сведения. В принципе, из-за этого возникают большие проблемы при стрельбе на дальней дистанции, особенно если враг двигается, и это вызовет дикий бардхёрд у тех, кто качал, например, М18, и там всё с этим очень хорошо, и сведение очень быстрое, и дамаг очень хороший. Например, пока СУ-100 будет сводиться, М18 выстрелит сразу в два раза, но зато если вы попадёте, то дамаг вылетит очень даже неплохой. Правда, есть ещё вариант с предтоповой пушкой, 100-мм Д-10С, у которой такая же бронепробиваемость, скорострельность в два раза больше, урон, конечно, поменьше намного, но при этом она точнее. 0-4 разброс и 2-3 время сведения. Что выберете вы, это уже ваше дело. Хороший разовый дамаг или большая скорострельность и точность. Я же ездил с топовым орудием, и, в принципе, бывало, что очень даже неплохо дамажил, но бывало, что враги очень быстро сливались, и, как я уже говорил в атаке, это ПТ не очень, я просто не успевал надамажить. Но перейдём к ТТХ. 580 прочность. В принципе, как и у всех ПТ-САУ, этого мало. И бодаться с тяжами у вас не получится. Выстрелите один раз, а дальше вас разберут. Лучше всего, конечно, на этой ПТ-САУ держать оборону где-нибудь, вдалеке, в кустах, и оттуда вывести огонь. Также хорошая скорость. 50 км в час максималка. Но в среднем едет СУ-100 где-то 40 км в час. 50 км в час это только если с горки. Неплохо поворачивает. Но вас всё равно может закрутить какой-нибудь легкий танк, конечно же. Бронированность 75 мм лоб. Этого хватает, чтобы ловить непробитие от танков 5-го, 4-го уровня и ниже. Танки 6-го уровня, в принципе, вас пробивают. Конечно, тут хорошие углы. И это позволяет ловить часто рикошеты. А также толстая маска, орудия, которые часто тоже попадают. И бывает непробитие. Стоит доворачивать корпус, чтобы чаще вас не пробивали и были рикошеты. Но рассчитывать на броню, на СУ-100 совершенно глупо. Потому что если вы будете атаковать и принимать на себя дамаг, то быстро отправитесь в ангар. УСУ-100 350 метров обзор, что, в принципе, не очень-то и много. И стоит поставить стереотрубу, чтобы увеличить обзор. Но для этого нужно больше стоять на месте. Из модулей также я бы посоветовал взять усиленные приводы наводки и орудийный засылатель среднего калибра. Из снарядов нужно взять побольше бронебойных снарядов, 3-4 подкалиберных, если позволяет финансы, то побольше. Это позволяет уверенно пробивать танки восьмого уровня. Нужно взять еще 3-4 фугасных снаряда. Из расходки нужно обязательно взять аптечку, подкрученный регулятор оборотов и малый ремкомплект. Можно вместо регулятора оборотов поставить огнетушитель. Но, в принципе, эта птшка не так уж и часто горит. Из перков я взял лампочку обязательно командиру, что позволяет видеть, что вас засветили, и тем самым отъехать назад и не получать плюхи. Для птсу это особенно важно. Потом маскировку первым скиллом. В принципе, эта птшка и так имеет хорошую незаметность, а с маскировкой дела обстоят еще лучше. Вторым перком я взял ремонт всему экипажу. Потому что если вам собьют гуслы, то вы станете для ст и лт полностью беспомощными. Потом взял механику третьим скиллом. Виртуоз позволяет быстрее крутиться. Заряжающему взял отчаянный. Наводчику взял плавный поворот башни, чтобы улучшить сведение. Ну вот, в принципе, и все. Еще раз повторюсь, что эта птсу нужна для того, чтобы держать оборону, занимать какие-то важные позиции и уже оттуда вести огонь. То есть вы не должны быть на первом плане. Вам лучше всего стрелять издалека откуда-нибудь из-за спинболи бронированных танков. И тем самым наносить очень даже много дамага. А если вы будете ехать в лобовую, то быстро будете уничтожены. Сейчас покажу вам несколько отрывков боев, где можно прям хорошо увидеть, как использовать эту птсу. И первый момент у нас на карте степи. Тут я далеко не в топе. Очень много танков восьмого уровня. И казалось бы, что тут почти не на дамаж. И отсутствие многое не зависит. Но если занять правильную позицию, с которой можно кидать, и вы будете там почти незаметны, то это будет огромный плюс для команды. Тут даже есть возможность, если что, уехать назад. Вот проезжает первый француз, АМХ М4, но, к сожалению, я мажу. И после выстрела, конечно, загорается лампочка. Он тут отъезжает, чтобы по мне стрелять. И не пробивает меня. Не знаю, попал я по нему. Но дальше я встану опять на эту позицию, где я был. Сейчас я немного жду, чтобы пропасть за света. Да, я попал по французу. Теперь жду, когда проедет ИС-3. Стреляю, пробиваю ИС-3 на 400 дамага. И, в общем-то, два выстрела по танкам седьмого и восьмого уровня я уже сделал. И, возможно, тут проедет еще кто-то. Немного прокручиваю. Вижу, что едет Т-20. Ожидаю его увидеть. Тут свожусь в эту область. Тут еще и ИС-3 выезжает. Попадаю по Т-20. И вон она сгорает. ИС-3 по мне тут вроде хотел стрелять. И поэтому я назад отъезжаю. Но казалось, что он что-то тупит и не хочет по мне стрелять. Зато я по нему хочу. Пробиваю его зад башней. В общем-то, уже 1500 дамаг я своих нанес. Жду, что, возможно, еще кто-то выйдет. Но тут уже наши союзники добивают всех. И, в общем-то, вот весь смысл этой ПТ-САУ, чтобы выбрать правильную позицию. Тут есть и кусты, и укрытие. И от Турова уже вести огонь. То есть я не был там рядом с тяжами. Они не могли по мне накидывать. Но они, если даже могли бы накидывать, то я сразу отъезжал назад. Засветить им меня было сложно тут. Теперь посмотрим второй момент, где тоже неплохо я пострелял, правильно выбрав позицию. Второй момент у нас на карте Западарии. Приезжаю вот на эту позицию. СТ-шки проехали немного вперед и светят там. Меня тут не должно засветить. И отсюда я должен накидывать всем, кто будет тут лезть на наших СТ-шек. Первый тут приезжает Тайп. Потом за ним Трид-Четверка. Вылетает ИС-3. Попадаю по нему с очень хорошим дамагом. И дальше, короче, Кромвилл его как-то сваншотил. Видимо, я сломал Бояукладку и уже потом Кромвилл взорвал Бояукладку ИС-3. Пытаюсь накинуть Т-34. Но у Т-34 довольно крепкая башня, которую почти невозможно пробить с этой пушки. Но вот тут в корпус накидываю. Видел я, что слева тут кто-то едет. Но пока пытаюсь стрелять по тем целям, которые опаснее всего. Это Т-34. Хотя тут и Тигр очень неплохо стоит. Вот сейчас засвечивается арта, но она не очень важна для меня. Почти низкоуровневая. А вот Т-34 накинуть 424 ХП очень даже неплохо. В принципе, нанося танку 8 уровня большой дамаг, вы приносите команде очень много пользы, потому что эти танки очень сильные и спокойно могут уничтожить, например, этих СТ-шек. А если вы на 6 уровне неплохо дамажите 8 уровень, то тем самым приносите гораздо больше пользы, чем если бы вы стреляли по танкам своего уровня. Вот тут, как я и говорил, приезжает М6 и Квас. После чего я пытаюсь сначала по Тайпу стрелять. Попадаю, и арта его очень удачно забирает тут. Вот тут очень хорошо встал М6. Сейчас я ему заряжу туда в борт на 430 ХП. Это очень даже неплохо. Вместе со мной тут даже Фердинанд. Но, смотрите, я почти там не светился, а вот Фердинанд нашему очень много надамажил. Потому что маскировка у меня гораздо лучше, чем у Фердинанды. Вот тут КВ-3 очень удачно встал, но я неудачно его не пробиваю. Вот такая вот позиция. Тоже неплохая. И, в общем-то, если вы не светитесь и можете вести огонь, то это самое оптимальное для СУ-100. А вот если бы я там был бы вместе с СТ-шками, то мне было бы там очень неудобно и быстро бы меня там уничтожили. Несмотря на то, что все СТ-шки у нас тут были уничтожены, враги тоже очень много танков тут потеряли. Давайте посмотрим последний, третий момент. Итак, третий момент, который я хочу вам показать, произошел на карте Порт. На этот раз я тут в топе. Мои созводные тут поехали на Б-1, там встали за домом. И, возможно, я мог туда тоже поехать, но на самом деле мне там совершенно неудобно. Я бы выбрал вот такую вот позицию, потому что тут есть вагоны, которые меня будут прикрывать. Пристрелить меня будет тут довольно сложно. И ждал я, что кто-то тут появится. Вот появляется Т-150. И очень неплохо накидываю ему в борт. Дальше немного отъезжаю, но враги как бы на меня не обращают внимания. Хотят они уничтожить моих совзводных. Пытаюсь попасть на ПКВ-1 и попадаю. Эта позиция хороша тем, что если бы даже враги по мне стреляли, то я мог бы спрятаться за вагонами. И там по мне попасть было бы сложно. Тут по мне СУ-26 пытается попасть, но я отъехал вовремя. Накидываю квасу, вернее пытался накинуть, но он вовремя отъехал. Но на второй раз я его должен уничтожить. Уничтожить. Что я и делаю. В общем-то вот такая вот неплохая позиция. И на СУ-100 атаковать очень сложно, а вот когда враги вот так вот прут, им можно с какой-нибудь дальней позиции их расстреливать, очень хорошо тогда СУ-100 себя проявляет. Правда пушка конечно сводится довольно долго и разброс большой, но зато разовый дамаг очень даже неплохой. Тут мне повезло и даже с моей пушкой я попадаю по Т-34-85 и на этом мы тут продавили этот фланг и уже двигаемся дальше. это конечно будет победой. Спасибо всем, что смотрели этот обзор небольшой. Надеюсь, вы не уснули. Подписывайтесь на канал и до встречи.